Всем привет! В этом видео продолжаем менять подшипники в стиральной машине Siemens Bosch. Напомню вам, что было в первой части этого видео. Я разобрал стиральную машину Bosch, она же Siemens, для того, чтобы заменить в ней подшипники. Все вроде бы шло по плану, я разрезал бак, поменял подшипники, поменял сальник и в последний момент уже обратил внимание на то, что там есть проблемы с втулкой сальника. На этом я решил заменить эту втулку, для этого мы ее сейчас выточим и продолжим собирать стиральную машину. Втулка будет выточена из вот этой вот заготовки из нержавеющей стали на вот этом вот нашем маленьком станке. Для этого мне сейчас надо четко вымереть вот этот размер посадочного места. Я это сделаю с помощью микрометра, после этого отрежу заготовку, ставлю в станок и начну ее обрабатывать. Итак, диаметр посадочного места под втулку получилось 30 мм и 18 сотых. Я планирую делать втулку с натягом приблизительно в 0,03 мм, поэтому мне надо будет внутренний диаметр втулки расточить на 30 мм и 15 сотых. Продолжение следует... 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 Теперь нам необходимо собрать или склеить два полубака вместе. Для этого я буду использовать вот такой полиуретановый ПП-шный герметик. У меня здесь в пистолете есть еще немного осталось серого. Закончится, дальше буду продолжать белым. Цвет не имеет никакого значения, какой вам больше нравится. Также я буду использовать вот такие винтики. Если честно, не помню, что за винтики, я уже просто привык. Берем комплект, вот такой вот у нас продается и вот так вот мы его используем. Ссылка на него будет в описании. По-моему, судя по виду, это где-то М4 на миллиметров 35. Соответственно, с гаечками, с шайбочками. Также, если обратить внимание на эту часть полубака, у нас здесь как бы есть вот такие вот каналы, которые нам сейчас необходимо будет заполнить. То есть я обычно так делаю, я вот такие каналы все сначала просто заполняю герметиком, этим же полиуретановым. Размазываю так пальцем, чтобы у меня здесь была, скажем так, просто ровная поверхность. Потом, со второй стороны, на второй полубак я уже наношу колбаску герметика и складываю их вместе. Просто, если мы сейчас не заполним вот эти вот каналы, то, по моему мнению, есть большая вероятность в том, что у нас герметик, который мы нанесем на крышке, он просто разлезется по сторонам и местами где-то не загерметизирует, то есть где-то не проклеится нормально. Ну и я стараюсь не забывать, когда пользуюсь полиуретановым герметиком, одевать вот перчатки наподобие вот таких медицинских, потому что этот силикон потом, ну точнее, не силикон, этот герметик потом очень плохо отмывается с рук. Музыка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот мы и закончили собирать бак, сейчас продолжим. Нам необходимо будет назад вернуть вот эти вот части крепления мотора, которые мы отрезали. Но я хочу сделать, скажем так, небольшую такую паузу на полезный совет. Дело в том, что для меня лично весь процесс, который в этом баке, ну все, что мы делали в этом ремонте, самое противное это как раз непосредственно склейка этого бака. Почему? Да все просто, потому что как бы ни старался аккуратно работать с этим герметиком, это касается как полиуретанового герметика, так и силиконового герметика, всегда где-то в него вляпаешься. Вот, и если с силиконовым герметиком еще существуют, скажем, растворители, которые можно смыть, то полиуретановый герметик, ну скажем так, до сих пор у меня не получалось его чем-то очистить от вещей, если уже вляпался, этот герметик оставался там навсегда. Вот, но у меня, однажды мне, кстати, тоже посоветовали вот этот вот очиститель, ну написано суперклинер, вот, суперочиститель, посоветовали мне его, я попробовал ним, он не работал. Но сейчас, сейчас я его использовал пока еще полиуретановый герметик не успел высохнуть, то есть я только вляпался, тут же я попшикал этим суперклинером, вот, и в принципе с помощью тряпки этого суперклинера я смог очистить полиуретановый герметик. Я думаю, что многие мастера могут взять это на заметку, это не реклама, у нас продажи этого суперклинера нету, называется он Loctite SF7063. Вот те части, которые мы отрезали, в них, как вы помните, уже просверлили отверстия заранее, я буду использовать винт М4 на 55 для того, чтобы прикрутить их обратно, то есть вот он сюда вставляется, соответственно, сюда и прикручивается. Можно также сюда нанести какой-то клей, ну, я бы, наверное, рекомендовал эпоксидную смолу, типа какой-то там пятиминутки и так далее. Я же сюда сейчас нанесу просто этот полиуретановый герметик, который мы использовали для склейки бака. Он не так будет склеивать, как просто удерживать эти части вместе, чтобы они там не двигались, не вибрировали и так далее, а непосредственно силовой элемент это все-таки будет вот этот винт. Также мне сейчас надо будет вот здесь вот подрезать вот это ребро жесткости, так как иначе мы сюда никак не накрутим гайку нормально. Для того, чтобы сделать основание для гайки, я это срежу и буду для этого использовать как раз вот ту пилу бошевскую EasyCut 12, о которой я говорил в прошлой серии. Уже, слава богу, мне приехали полотна, ну, или точнее шины для него, поэтому я сейчас элементарно это все срежу, не буду играться. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вот мы и закончили замену подшипника в стиральной машине Siemens, она же Bosch. Ссылки на все материалы, которые мы использовали в этом видео будут в описании под этим видео. Единственное, хотел отметить, что комплектов винтов, которые используются для скрутки бака, у нас ушло все-таки два. Я не поленился на сверлить отверстие, поэтому мы практически все винты из двух комплектов использовали. Вы же не забывайте ставить лайки под видео, пишите вопросы в комментарии, подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok